МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Першение в Борле обнаружило, что дети, рядом находящиеся, тоже закашляли. Школьников МИАСа эвакуировали из-за едкого запаха. Три грузовика и Газель столкнулись на трассе М5. После этого один из автомобилей вспыхнул. Появились подробности об этой аварии, которая произошла накануне. Кадры по-настоящему жуткие. В Квете полыхает грузовик. По дороге разбросана морковь. Рядом еще три разбитых автомобиля. 28-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Мерседес Бенз с полуприцепом, при движении на спуск потерял управление. Предварительно произошел отказ тормозной системы. Совершил столкновение с попутным автомобилем МАН. После чего совершил касательное столкновение со встречным автомобилем ДАВ с полуприцепом и со встречным автомобилем Газель. После этого автомобили Мерседес, МАН и Газель съехали в левый кювет. После этого грузовой «Мерседес» загорелся. Его водитель погиб. Автоинспекторы выяснили, что он житель Волгоградской области и перевозил морковь из Волгограда в Челябинск. Водительский стаж – 9 лет. За этот год его 12 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, скончался водитель «Газели», житель Садки. Он возвращался домой из Котов-Ивановска. Травмы получил водитель многотонника «Ман». Его забрали в больницу. Добавлю, автомобили снесли 100 метров металлического ограждения. Личного водителя южноуральского бизнесмена отдали под суд. 15 октября произошло смертельное ДТП. Погиб Алишах Сулейманов. Известный южноуральский предприниматель, который входил в топ-100 самых богатых челябинцев. По словам близких, Алишах Сулейманов занимался сельским хозяйством недалеко от Магнитогорска. В день своей смерти возвращался оттуда домой, в Челябинск. Жизнь бизнесмена унесла авария на трассе Магнитогорск-Южноуральск. Погибший ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser вместе с личным водителем. По данным прокуратуры, машина ехала со скоростью 120 км в час. Мужчина за рулем не оценил дорожные условия, в том числе скользкую поверхность. Не справился с управлением и на закруглении дороги. Иномарка вылетела в кювет. Там несколько раз опрокинулась. Предприниматель скончался на месте ДТП. Его личный водитель выжил и попал в больницу. Мужчину обвиняют по статье нарушения лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекший по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание – пять лет решения свободы. Вину водитель признал и во всем раскаялся. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Добавлю, погибший Алишах Сулейманов создал крупную кондитерскую фабрику. Помогал одаренным детям, спонсировал их поездки за рубеж. Родные и близкие считают его одним из самых ярких представителей азербайджанской диаспоры. Челебенские подростки устроили себе сладкий ноябрь. Ворвались сначала в кафе, а потом в булочную. И сделали это криминальным путем. Молодые люди попали на видео. Этими кадрами с нами поделились сотрудники охранного предприятия. Вчетвером молодые люди вбегают в заведение. Один из них ловко прыгает за прилавок и беззастенчиво шарится на полках. Вывернув все ящики и оставив за собой беспорядок, ребята убегают. По словам охранников, меньше чем за минуту парни украли сладкое на сумму около 2000 рублей. Уже меньше чем через 20 минут они же наведались в булочную. Видимо, ребята сладкоежки. Но на этот раз стащили ноутбук и кассовый аппарат. И тут приехали сотрудники охранного предприятия. Возмудители спокойствия бросились в рассыпную и побросали все, что похитили. Позже выяснилось, что в эту же ночь парни ограбили еще и магазин крупной торговой сети. Ребят передали полицейским. Тем временем в Миасе эвакуировали школьников. В холле местного лицея появился запах газа. Это и прервало учебный процесс. По окончании уроков дети раздевались возле своих шкафчиков. И вахтер, находящийся довольно близко от этого места, обнаружил очень резкий запах. Почувствовала слезотечение, першение в горле. Обнаружила, что дети рядом находящиеся тоже закашляли. Женщина не растерялась. Позвонила в службу 112. За считанные минуты детей вывели из здания. Приехали пожарные, скорые. Едкий запах быстро распространялся. Пожарные обошли все помещения. Тем временем администратор отсматривал камеры наблюдения и нашел причину случившегося. Мальчик и девочка прыснули из баллончика на шкафчик. Родителей этих детей вызвали в школу. По словам педагогов, оказалось, что девочка принесла с собой на уроке перцовый баллончик. Носила его для того, чтобы отпугивать бродячих собак. Ее другу стало интересно, и он решил брызнуть. Благо, ни на кого из детей не попало. Мама-школьница, которая принесла в школу баллончик, привлечена к административной ответственности по статье 5.35 Административного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 500 рублей. Когда помещение проветрили, дети продолжили занятия. Школьника из Магнитогорска, который якобы впал в кому после спортивных соревнований, перевезли в Челябинск. Здесь парни уже сделали операцию. По данным Минздрава, первую операцию сделали в Магнитогорске. Врачи грамотно сработали. Это позволило перевезти юного пациента в Челябинск. Здесь уже прошла вторая операция. Мальчик лежит в послеоперационной реанимации под наблюдением врачей. Информацию о коме в Минздраве не комментируют. Напомню, соревнования по смешным единоборствам проходили в Агаповке. Подросток успел выступить дважды, а потом пожаловался на сильную головную боль. Школьника забрали в больницу и сейчас устанавливается, по какой именно причине подростку стало плохо. Тем временем магнитогорские автоинспекторы вышли на проверку родителей, которые перевозят детей в автомобилях. Всего за два часа нашли 18 нарушений. Экипажи ГИБДД дежурят по всему городу рядом со школами. Инспекторы останавливают автомобили и проверяют водителей. В машине дети должны быть пристегнуты ремнем безопасности, либо находиться в детском кресле. Все зависит от возраста ребенка. Ну это мой ребенок, это же безопасность. Увы, о безопасности помнят не все. Две недели назад там же в Магнитогорске ребенок пострадал из-за своего отца. Мужчина не справился с управлением и врезался в электроопору. Папа вез ребенка в секцию. Мало того, что он находился сам в нетрезвом виде, но и ребенок находился на переднем сидении, естественно, с нарушениями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Ребенок в результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадал и был госпитализирован. А на улице Калмыково в рейд вышел родительский патуль. В ярких жилетах с флажками в руках неравнодушные магнитогорцы контролируют, чтобы дорога в школу для учеников была безопасной. Чаще всего дети идут в школу одни. И заметила, что в нашем городе очень опасно детям переходить дорогу. Это, в принципе, замечают, я думаю, все. Ребенок в темное время суток, вот как сейчас, стоит на овочине, водители с трудом его пропускают. Сложно перейти дорогу, бывает даже на зеленый сигнал светофора, не говоря уже о нерегулировании. Всего с начала года в городе Металургов произошло 32 ДТП с участием детей. В них пострадали 38 несовершеннолетних, 17 были пассажирами. В Челябинске разыскивают Юрия Ананьева. Мужчине 68 лет. Из дома он ушел 12 ноября и до сих пор не вернулся. Последний раз мужчину видели недалеко от цирка. По словам родственников, с собой у него не было документов, а телефон недоступен уже несколько дней. Одет пропавший был в черную куртку, темно-синие джинсы, черную бейсболку с цветной вышивкой. Юрий Ананьев заикается, ходит с палочкой. Если вы знаете, где мужчина может быть сейчас, обратитесь по номерам на экране. В Челябинской области участились случаи мошенничества под прицелом владельцы банковских карт. Этим людям все чаще стали звонить и затем снимать деньги со счета. Зачастую, когда звонят по телефону, мошенники представляются сотрудниками банка. Рассказывают, что с вашей карты снята сумма денег. И вот тут главное не поддаваться на вранье. Сотрудники банка, безусловно, связываются с клиентами. Но в случае, если на вас выходит сотрудник банка, во-первых, он всегда обратится к вам по имени и отчеству. Во-вторых, он никогда не будет вас просить называть ни реквизиты карты, ни ПИН, ни коды. Полицейские напоминают, никогда и никому не следует сообщать ПИН-коды или коды в СМС, приходящих из банка. Ваш номер телефона и пароли могут запрашивать только мошенники. Если вам предлагают ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которых вы не совершали, срочно обратитесь в банк. При поступлении подобного звонка ни в коем случае не стоит сообщать свои личные данные, прекратить разговор и позвонить на номер телефона, указанный на оборотной стороне банковской карты. Это все, о чем велосипедово рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Увидимся на телеканале ОТВ. Продолжение следует...